Всем привет! 1 октября 2023 года прошла групповая велогонка в городе Томск, Терра-Сайберия. Эту гонку должны были проводить летом, но по определенным причинам не смогли ее провести. И вот сделали перенос на октябрь. В целом, конечно, время уже не совсем удачное, потому что в основном уже велогонщики закрывают сезон. И многие уже велосипеды убираются далеко на чердак, куда-то прячут в шкафы. Но, тем не менее, гонка была анонсирована. И я до последнего думал, ехать или не ехать. Решил смотреть по погоде. И так получилось, что температура именно в эти дни упала. И по факту была ночью даже минусовая температура. Утром, когда выезжали с Новосиба, было минус 2-3 градуса. И благо старт у нас был практически в час дня. Солнце вышло и немного прогрелось. В целом, по ходу гонки температура была плюс 3, где-то плюс 5 градусов. Поэтому, более-менее, адекватно мы проехали. Хотя, вот сейчас, как видно даже на видео, все наряжены, как капуста. Итак, дистанция у нас была заявлена 70 километров. Это одна из дистанций. Другая дистанция 35, то есть в два раза меньше. И также были небольшие дистанции, типа 14 километров. До данной велогонки утром проводился здесь забег на различные также дистанции. Ребятам там было похолоднее гораздо. Но, в целом, бежать не так проблематично, как ехать на велосипеде. Потому что при обдуве все это гораздо более критично. Итак, сейчас мы будем стартовать 70 километров. По факту у нас получилось 66 километров. И были определенные проблемки с этим. Но об этом поговорим позже. Итак, старт. Сразу же начинаем включаться. И здесь нужно внимательно смотреть, чтобы не было горячего старта. И кто-то никуда там не уехал. Вот впереди Илья Боков тут начал резко петлять. Куда-то вперед уезжать. Ну и в целом, чтобы народ не засыпал, у нас здесь уже начинаются активные движения. Впереди у нас примерно 8-9 человек активных. Остальные позади. Народ зарегистрировался немного. Было порядка 30 человек на 70 километров. На 35 побольше людей. Наверное, там под полтинник где-то даже. Но их запускали через минуту от нас. У нас был определенный, конечно, риск, что они смогут вкрутить 35 километров и нас догнать. Объединиться с нашей пачки. Но лично меня этот вопрос вообще никак не смущал. Потому что здесь было понятно, что все равно более сильные будут делать атаки и отъезжать. Итак, что по трассе. Едем 10 кругов. И круг, ну по идее, должен был быть 7 километров. Но по факту был немножко ниже. Вот сейчас мы стартуем и едем по прямой. Впереди виднеется торчок небольшой. И в целом на круге можно считать относительный плоскач. И в одну сторону тягунчики и подъемчики. Но есть два таких хороших торчочка, где градиент, ну где-то порядка, наверное, 6%. И в которые можно атаковать. Они не длинные, не больше минуты. Но если умеешь мощно долбить на ногах спринты, неважно с какой техникой, то есть держать за дуалы, либо за низа, то это может приводить к хорошим отрывам. И в целом в данной гонке много было таких натягов. И поэтому ехали хорошо. Вот даже сейчас видно внизу моментальная мощность 600 ватт была. Средняя мощность наверху слева 400 плюс ватт. То есть в седле мы тут вкручиваем более 400 ватт, чтобы заехать данный торчок. Но как и ожидается, все сильные ребята вперед собираются. И как минимум первую половину гонки все плотненько держатся и скинуть кого-то тяжеловато. На эту гонку мы приехали втроем на дистанцию 70 километров. И один у нас человек из команды стартовал на 35 километров. На 70 километров Михаил у нас был. У него своя задача ехать в своем темпе и не влезать в наши зарубы здесь. Ну а вперед у нас выбрались ребята Сергей Пархоменко. Вот сейчас он был слева в желтой жилетке. Ну и я соответственно. Определенно у нас тут задумки по данной гонке были. Но в целом, посмотрев состав, решили ехать данную гонку от обороны. Ну а что по составу? На данной гонке в самый последний момент уже зарегистрировался Илья Боков. Он из Томска. Ну и поэтому проблем ему не составило сюда приехать. Илья очень хорошо выступал в этом сезоне. И пожалуй, это один из самых сильнейших гонщиков Сибири. Недавно он летал в Питер и выступал там на одной из гонок. Причем в кластеры по Элите. И там профессиональные бывшие гонщики. Было жесткое Мочилово. С седьмым он, если не ошибаюсь, заехал. Но на самом деле очень хороший результат. С учетом того, что там вообще абсолютно другие ребята из другой лиги, скажем так. Также помимо Ильи в данную гонку в последний день уже зарегистрировался Антон Якушевский. Напомню, кто не знает, Антон в прошлом мастер спорта по велотреку в Казахстане был. И вот сейчас как раз таки передо мной в светло-голубой форме это Даниил Пехотин. Это также гонщик с Казахстана молодой. И это целый международник по юниорам в юниорской сборной. Гоняется, вот в межсезонье приезжает в Новосибирск на учебу, но в сезон возвращается обратно в Казахстан. И также он сюда приехал выступать. И вот это три основных гонщика, которых надо было аккуратно смотреть. Илья в целом работает обычно один, и он любит повеселиться, где-то натянуть. К нему может кто-то переложиться. Ну и в целом Илья может даже и один уехать в отрыв, и довольно-таки успешно. Он в принципе это уже делал неоднократно. А также опасность определенно представляли ребята наши трековики. Это Данил и Антон, потому что они вдвоем сейчас достаточно часто уже тренируются. И я предполагал, что они могут где-нибудь синхронно проатаковать. И если их отпустить, то, блин, можно уже и не догнать. Поэтому принято было решение и мной, и Сергеем Пархоменко играть от обороны и смотреть, что они будут делать. Идеальный сценарий, конечно, для нас было бы здесь пересесть в удачную атаку. Возможно, она будет не с первого раза, не со второго. Потому что здесь ребята все-таки цепки у нас в группе едут. Но пересесть в атаку и уехать небольшим отрывчиком, и потом уже на финише разбираться. Но получилось у нас это или нет, давайте смотреть дальше. Вот сейчас мы будем подъезжать к развороту на 90 градусов. И на самом деле опасный разворот, он очень узкий, и прямо на нем есть ямки. Обратите внимание, там были люки. И даже вот здесь вот сейчас есть люки. Вот тут Данил меня пару раз чуть не подрезал, кстати. Когда обижал люки, вот здесь, посмотрите, оп! Еще были потом, позже такие моменты. И здесь очень нужно было делать аккуратно. А вот сейчас вот левый поворот тоже очень узкий. Здесь есть ограждение. И чуть позже в данной гонке, когда я тут пытался в отрыв свалить, чуть не уехал на вот эти трамвайные пути. Поэтому щелкать здесь клювом нельзя было. Нужно было аккуратно смотреть траекторию. И самая печалька в том, что здесь вот не видно на видео. Но там реально есть ямы, и после выездов неровности в асфальт, и прямо волнообразный асфальт. Но благо скилл уже и опыт здесь у гонщиков хороший. Большинство из них ездит к антрейной гонке. Поэтому реально управление велосипедом прокачивается. Особенно я по себе вот заметил. Чем больше езжу на кантри велики различных сложных трасс, тем становится на шоссере Гаррасс да проще все это ездить. Вплоть до того, что на данной гонке были моменты, когда входил в вираж. И в этом вираже были ямки. И вот прямо вот в повороте я через них перепрыгивал. То есть это все уже на инстинктивном уровне происходит. Раньше бы я так даже просто не решился. Поэтому МТБ велик рулит и реально прокачивает ваш скилл. Ну и вот сейчас мы очередной поворот проехали на 90 градусов и выезжаем на центральную улицу. И в целом здесь тенденция будет по спуску. То есть небольшой отрицательный градиентик, где скорость увеличивается и где мы продолжаем ехать. Буквально после первого торчка, который у нас был со старта, группа уже прорядилась. И нас тут осталось в целом не более 10 человек. А стартовало здесь у нас примерно 2,5 десятка. То есть все эти ребята уже изначально отвалились. И вот тут перед нами была пачка. И нужно было думать, где что, как ехать, смотреть. Раньше времени самому тоже не дергаться. Потому что здесь вот эти прямые перегоны. И можно сильно потратиться тут в отрывах, если в соло уезжать. И потом могут догнать. Ну и на финише уже будешь никакой. Тем не менее, проехали мы эту гонку реально весело. Тут понадергались. Вот че-че. А вот это, наверное, самая веселая гонка за весь мой сезон. И которая действительно прям понравилась. Были определенные нюансы по безопасности здесь, конечно. Из-за специфики дорог, из-за вот этих ям и поворотов. Очень хорошо, что не было никаких дождей. Потому что если бы были бы дожди, там в поворотах есть разметка. И еще что-то, блин, по-любому были бы падения. Поэтому хорошо. Здесь мороз, конечно. Вот сейчас 4 градуса показывает. И это на солнце. То есть, посмотрите, мы тут одеты все. Вверх, вниз, жилетки и так далее. Ну и сейчас, кстати, пока мы тут едем, особых каких-то действий не происходит. Можно немножко поговорить про экипировку. Конкретно в такую погоду шоссейную гонку я еду первый раз. На МТБ я катаюсь и зимой, и интервалы тоже там езжу. То есть, в целом, на МТБ понятно, но там скорости помедленнее. На шоссе всегда скорости стабильного на гонках 35+. Поэтому обдув сильнее. И вопрос экипировки стоит достаточно остро. Итак, что я решил, собственно, одеть? Утром, когда мы приехали, было вообще неочевидно, непонятно. Вышли с Серегой. Вот сейчас он как раз-таки передо мной. Что, как одеваться? Реально, такой колотун был. Вообще, понятия не имели. Серега опытный бреветчик. Очень много бреветов проезжал. И, ну, как понятно, там бреветы бывают и ночью, и днем, и в дождь. Поэтому, в целом, по экипировке у этих ребят достаточно хороший опыт. Но у меня опыт в основном из лыжных гонок. Потому что там в минусовую погоду тоже там гоняешь. Ну, и МТБ уже ездил. Ну, и, собственно, что я надел. Сверху под шлем надел спортивную шапку лыжную. Но, забегая наперед, скажу, что когда у нас начались тут активные раздачи, голова начала перегреваться. Потому что наверху у меня аэрошлем. Он не так сильно продувается. То есть, можно было здесь просто повязку на уши. А уши надо было однозначно закрывать. Потому что, если ехать вообще не закрывая уши, ну, хотя бы баф на уши натянуть, то голову будет сильно простужать. Вот сейчас, кстати, мы подерживаем к первому торчку. И начинается натяг. 600 плюс ватт, стоя впереди. Там у нас, если не ошибаюсь, Ваня Давыдов едет, натягивает. Ну, и мы, конечно же, поддерживаем здесь мощность. Недолго, но достаточно мощно. Итак, дальше по экипировке. Естественно, под низ термобелье надевается, чтобы отводить влагу. Потом поверх термобелья я надел потник. Потник у меня специальный велосипедный в виде сетки. То есть, это просто промежуточный слой. Потом свою командную джерси. И сверху еще жилетку от ветерсайклинга, чтобы не продувался именно торс. Ну, то есть, жилетка, которая ветер не продувает. Рукава также надел на руки, чтобы не продувалось. И внизу велотрусы. А на голени велочулки, которые закрывают и колени, и также голеностоп. Вот у Сереги впереди видно, он только на коленнике с собой взял. Часть ног внизу у него открыты. Но это тут уже личное усмотрение, как на каждого гонщика. Насколько ты сильно подвержен переохлаждению и так далее. У Сереги также впереди на велотуфлях носочки специальные, так называемые. То есть, они закрывают переднюю часть. Основную, которая обычно мерзнет в районе пальцев. Я же решил полностью одеть бахилы. Специальные неопреновые бахилы. Немножко чуть громоздко выглядит, но в целом в гонку проехал. Вообще каких-то моментов по замерзанию ног не было. Но опыт уже есть, как бы с отмороженными ногами. Благо на тренировках. Когда ты пытался там ехать в каких-то туфлях. Носки, не носки, не важно. То есть, если есть вентиляция в велотуфлях. И нету ветрозащиты спереди. Нету каких-то бахил, носочков вот этих неопреновых и ветронепродуваемых. То пальцы начнут однозначно замерзать, как бы быстро не ехали. Поэтому надел неопреновые бахилы. Ну и все, в принципе, нормально. На руки полноценные перчатки. Перчатки у меня лыжные. КВ плюс известная фирма. Также с виндстоппером. Потому что ветром все здесь продувается. Но в остальном тут у ребят, конечно, у всех по-разному. В целом, да, нужно соблюдать концепцию послойности. То есть, несколько слоев, чтобы сильно не задувало. Ну и помните, главное правило. Жаркости не ломит. Лучше чуть-чуть лишний раз перепотеть. Чем где-нибудь через час. Просто конечности начнут отваливаться и замерзать. Конечно, мерзнуть нам тут не пришлось. Постоянно активные действия тут были и на тяге. Но все равно, если замерзнешь, руки будут плохо слушаться. Руль, тормозов и так далее. Это напрямую влияет на безопасность. Поэтому нужно с этим делом повнимательнее. Но вот сейчас мы подержаем к очередному торчку. Начинается помощнее вкрутка. Внизу под 500 ватт. И хорошенько мы тут вкручиваем. Средняя мощность 450 плюс ватт. Ну и всего лишь мы едем здесь второй круг. Как видно, пачка у нас тут держится плотненько. Никто никуда не рассыпается. И все держатся друг друга. Но вот здесь вот впереди начинается раздача под верх торчка. И в целом мы начинаем здесь подтягиваться дальше и смотреть, что дальше будет происходить. Данная гонка, поскольку я говорил, что уже завершение сезона, то в целом ребята начинают уже ездить меньше. Форма в целом проваливается. И я не являюсь исключением. Средний пульс за данную гонку у меня был 180 ударов. И это достаточно много. Проехали по времени почти 2 часа. Максимальный был у меня 200 плюс здесь на серьезных атаках. Ну и то есть легкой гонку вообще никак не назовешь. Постоянно какие-то натяги, протяги, выходы из поворотов, закрывания отрывов и так далее. И даже сейчас видно 185 пульс. И реально тут особо не было где-то расслабляться. Подъезжаем к развороту. Тут нас тут волонтеры встречают, махают. Вот вообще, кстати, прикольно. Вот реально еду первый раз по центру какого-то города в велогонку. К сожалению, холод. Из-за этого каких-то зрителей здесь не было. Стояли волонтеры, кричали, подбадривали. Это на самом деле прикольно. Но я думаю, если это был бы солнечный летний день, здесь бы однозначно стояли бы за ограждением зрителей. Ну и атмосфера действительно прикольная создается. Небольшая такая аналогия, как в пропелотоне, когда проводятся этапы через центр города, когда проезжаешь. Ну то есть в обычной жизни просто так вот не покатаешься по перекрытой трассе. Вот блин, реально вот эта атмосфера, она прикольная. Итак, тут небольшие микропротяги прошли. И вот сейчас вот опять мы начинаем вниз спускаться в целом. И поэтому уехать куда-то вниз тяжело. Он здесь подбирается. Но до сих пор народ присматривается друг к дружке. И каких-то жестких атак и попыток отскочить пока здесь не происходит. Вот такие вот спуски были. Женя Бахерев сейчас впереди садится на раму просто в аэропосадку. То есть можно здесь не крутить. Впереди, конечно, кто человек едет, нужно подкручивать, чтобы продолжать инерцию. Но в целом сзади можно было ехать просто накатом и восстанавливаться. Тем не менее, даже несмотря на это, пульс тут особо сильно не падал. Потому что вот эти каждый раз протяжки, вот эти торчки, они отбирают силы. Ну и потом пульс начинает быстро разгоняться уже. Заходим в очередной поворот. И обратите внимание, как здесь сильно скорость падает из-за вот этих различных препятствий на дороге, неровностей. И все после разворота становятся на ноги, растягиваются. И вот в этот момент я понял, что нужно что-то предпринимать и вылезать вперед. Сначала думал, покатаюсь сзади, посмотрю, что происходит. Но вот после каждого поворота колбаса вытягивается. И здесь, конечно, можно где-то поймать неудачный просвет. И кто-то может уехать и все, давай, до свидания. Поэтому, конечно, вот в таких специфичных трассах, где есть узкие повороты на 90-м, нужно всегда держаться где-то впереди. Ну, где-то примерно в первой, наверное, семерке. Не далее точно. И да, кстати, вот эта гонка мне сразу же напомнила нынешний чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2023, который выиграл Мэттью Вандерпул. Конечно, трасса там была супер жесткая. И там было дохренища сотни поворотов за всю гонку. Там вообще Мэтс Петерсон, в прошлом чемпион мира, он заехал в данной гонке на чемпионате мира четвертый. Второй был Ваут Ванарт. Третий Тадей Погачар. И вот четвертый был Мэтс Петерсон. И он говорил, что у него ни разу еще такого не было. Он приводил, что там несколько сотен у него было ускорение, там по тысячу ватт и больше. То есть, по большому счету, не групповая гонка, а такой большой критериум. И вот здесь вот как раз таки его, когда я ехал, я немножко вспоминал данную гонку, где Вандерпул выиграл, что тоже вот эти повороты и что-то общее такое с критериумом. И несмотря на то, что немного вот этих разворотов на 90, было прикольно. Если еще убрать вот эти бы неровности, чтобы можно было бы на максимальных скоростях заходить, чтобы это было безопасно, прямо реально по угару выходишь из поворота, встаешь на ноги, долбишь, колбаса вытягивается. Ну и действительно получается гонка. Потому что если бы была просто трасса вот вперед-назад, вот как сейчас мы едем, блин, ну тяжело было бы откровенно тут какие-то маневры делать, атаки. И интерес бы немножко вообще в целом пропадал бы, было бы гораздо более скучнее. Но вот так вот повороты вносят разнообразие. Ну и как говорил ранее, да, самое главное, чтобы это было не в ущерб безопасности. Ну и так, мы продолжаем ехать очередной круг. Забираемся в торчочек, сидя пока в седле, сильно не наваливаем. Впереди Антон Якушевский, по диагонали справа Илья Боков. Они что-то там обсуждают. Но я аккуратно еду и все еще палю ситуацию, кто будет где куда-то стрелять. И нужно было быть очень внимательным. Антон Якушевский в этом году накатывал очень хорошие объемы. Выигрывал уже Гранд Фонда в Томске. И показывал реальный уровень, обгоняя и Илью, и даже Андрея Рейтера. И поэтому его здесь надо было, конечно, опасаться. После очередного разворота гонщика в оранжевое джерси с надписью «Легион» отъезжает в одного. Ну и никто не решается к нему перекладываться. Я у Ильи здесь спрашиваю, кто это. Он говорит, да, местный, говорит, томский парень. Вот, кстати, «Легион» это, вот если кто-то смотрит из зрителей, это что это, команда, клуб? Вот интересно, расскажите, потому что не в курсе, как бы, что там в Томске, какие есть движения. Чтобы было для информации понятно. Здесь вот в пелотоне у нас ехало два гонщика с джерси «Легион». Ну вот пока у нас оранжевая точка уходит вперед. Мы с Ильей тут здесь спокойненько едем и просто немножко болтаем. Я уже даже не помню, о чем был разговор, но, собственно, никто здесь не решается догонять. Прямо перед поворотом на 90 Егор Сарайкин просачивается здесь и входит в первый. Возможно, решил перекладываться, видя в том, что у нас здесь нет никакой погони. Но еще начало гонки, сильно уезжать куда-то тут смысла нету, поэтому в целом мы тут контролируем обстановочку. Ну и вот быстренько я тут закрываю просвет, то есть видно, что гонщики аккуратно проходят повороты. В целом вообще я тут уже в последующем прикатал в течение гонки повороты и проходил даже практически без тормозов. Но если здесь перед тобой гонщики, то, конечно, нужно тут внимательно, аккуратно смотреть траекторию. Подчеркну, потому что там были ямки и нужно было быть готовым, если кто-то что-то вильнет, чтобы была запасная траектория. Поэтому нужно было аккуратно делать. А так, если соло ехать в одного, то там можно по полной закладывать, ну, если, конечно, скилл позволяет. Итак, 19-й километр и очередной торчок, начинается хороший протяг, сейчас 600 ватт. И дальше Антоха у нас тут спереди встает на ноги и сзади хорошо видно как раз-таки вот эти моменты. Если начинается долбилово, нужно сразу же включаться и быстро-быстро-быстро ехать за ребятами, потому что вот в этих местах может сформироваться отрыв. Вот, посмотрите, сейчас гонщик в оранжевой джерси ловит просвет. Серега Пархоменко видит, начинает закрывать. Ну, а спереди у нас Данил, Антоха и как раз ребята, которые могут сформировать отрыв. Поэтому здесь нужно все из себя выжимать и догонять. Ну, сейчас обратите внимание, пульс-то у меня уже 200. То есть, в принципе, идешь почти там на пределах. Но все устают, даже кто впереди. Вот сейчас мы просвет закрыли и ребята в целом бросили крутить. Но такие атаки нужно очень аккуратно бдить. Если они продлятся в течение где-то полторы-двух минут, вполне может сформироваться отрыв. Очередной торчок. С Серегой Пархоменко едем. Здесь нельзя, конечно, расслабляться. Я давлю 400 ватт. Почему так? Если будешь ехать медленнее, обязательно кто-нибудь сзади-то долбанет. И ты уже будешь в роли догоняющего. Поэтому нельзя здесь бросать крутить. Нужно продолжать достаточно мощно вкручивать, чтобы не было ни у кого сзади мысли какие-то делать атакующие действия. Илюха догоняет, улыбается и смотрит. Ну, типа мы тут нормально, да, едем. С Илюхой вообще всегда весело ездить в гонки. Он как-то не заморачивается на победы. Просто по фану гоняет. Есть нога там и желание куда-то отстреливает. Уезжает там и веселится как только может. Вот реально кайф в велогонках. Не нужно там о чем-то думать. Там какие-то хитрые планы строить. Вот уважаю за это Илюху. Красавчик. Ну и вот входим в поворот и опять у нас колбаса тут вытягивается. Смотрите, как мы прям реально подтормаживаем. И вот здесь вот ловится просвет. Гонщики начинают ловить просвет, да, и нужно их обгонять здесь. Смотрите, начинается валилово. Впереди опять какие-то отрывы. И здесь прям нужно мощно включаться. Потому что дальше следующий поворот. Там опять бросаешь крутить. Курить, хотя бы сказать. Да, бросаешь крутить. И поэтому здесь уже не только мощь важна, но еще и скилл и техника. Вот впереди у меня гонщик поймал просвет. Сейчас показывает жест локтем. И на самом деле, когда я ехал на гонке, смотрел слева и не видел этот локоть. Дружище, прости, как бы я реально не заметил твой локоть. Если бы видел, я бы, конечно, на смену вышел. Но вот такая вот фигня вот случилась. Спустя время все еще просвет не закрыт. Я понимаю, что нужно здесь перекладываться. И мощно вкручиваю, выхожу на смену. И понимаю, что здесь нужно быстро это все закрыть. И хватит вот это вообще уже терпеть. Ребята тут болтаются впереди в отрыве. Мы тут 10 метров закрыть не можем. Но ситуация на самом деле знакомая. Уже тоже много раз у меня такое было. Когда вот вроде вот перед тобой вот группка. А ты уже из последних сил там давишь и не можешь закрыть. Конечно же, тут нужно сзади уже подключаться и помогать группе. Все, просвет закрыт. Ну а пульс 190. То есть, ну, пришлось так нормально здесь подпотратиться. Ну а что поделать? Я тут немножко со спуска восстановился. Илюху обхожу и начинаю вкручивать. Ну и думаю, ну а что успокоились? Давайте еще позажигаем. Нормально же едем. Ну и здесь даю под 400 ватт. Там сейчас смену. Просто хотелось немножко тут побыстрее покататься. Немножко протянул. Тут 10 секунд показываю смену. Ну и я только гораст поддержать такие движухи. Поэтому здесь все у нас нормально. Очередной торчок. Впереди Ваня Давыдов. И дает сейчас вот хорошую смену стоя. У меня мощность здесь под 500 ватт. Средний 460. Это не на все бабки, но достаточно мощно. И опять очередная проверка наших ног на силовую выносливость. Потом мы в конце тут заезжаем и садимся в седло. Но, конечно же, все это долбит и по ногам, и в целом по самочувствию. Да, кстати, Ваня Давыдов у нас недели ранее прошел до Атлон. МТБ, Дуатлон у нас был. Я записывал на него отдельный обзор. Я участвовал в суперспринте и занял там первое место. А Ваня Давыдов участвовал в полноценном Дуатлоне. И он там в Абсолюте занимал первое место. Ваня у нас в прошлом лыжник. Но, тем не менее, он хорошо едет кросс-контрейные гонки. Ну и вообще достаточно сильный гонщик. И вот он, Дуатлон. То есть ногами, потом МТБ и опять третий этап беговой. Занял первое место в Абсолюте. То есть очень хорошая форма у него сейчас. Ну и здесь вот он не стесняется, выходит вперед и работает тоже. Итак, шел 29-й километр. И тут, я думаю, что нужно попробовать проверить пилотом. Посмотреть, что они, как будут реагировать. Ну и сделать это в сложном техническом участке. А именно в повороте. Итак, я немного ускоряюсь перед поворотом на 90 градусов. И после поворота у меня был замысел сразу долбануть. Ну не на максимум, но около того. И посмотреть, кто сможет переложиться. Итак, вхожу по широкой дуге. Сразу дают 900 ватт. И даю протяг примерно секунд на 5-6. Практически до следующего поворота. Здесь вот сел в седло. И начинаю входить в следующий поворот. И смотрю, сзади образовался хороший просвет. Опять, вот здесь меня чуть на рельсы не вынесло. Я вот тут за конусом проехал. Обратите внимание, как я тут прошиваю гонщика, который здесь проехал. И ко мне переложился Илья Боков. И вот это был хороший знак, что сейчас мы с ним, возможно, поработаем. Вообще, в целом, если пилотону засветить в такой ситуации, вот с Ильей реально можно так и до финиша потом доехать. Забегая наперед, скажу, что нас позже здесь догнали. Потому что ребята еще были свежие. И там есть сильные гонщики. Но вообще все это достаточно перспективно. Сейчас у меня вот смена была. И сразу же 198 пульс. Вот аккуратненько мы тут проехали. Кстати, вот этих круговых, когда мы догоняем, вот в этих поворотах очень аккуратно и опасно здесь на самом деле. Вот здесь мы обгоняем. Здесь люки еще какие-то есть. И поэтому постоянно едешь. Нужно высматривать прямо из-за гонщика, из-за спины. Вот из-за Илюхи. Там справа, слева смотришь, где все эти неровности. Видели, как тряхануло сейчас Илью? То есть это он проехал. Вот сейчас жест Илюха показал, что мы сейчас будем обгонять кого-то там сзади. Хоп, вышли здесь. Илья дает достаточно протяженную смену. Ну, у Элиты мощи-то много. Не то, что у нас. Но у меня у него на колесе пульс 198. Ну, оборачиваюсь назад. Здесь просвет все еще был. Но плохо то, что едем мы в целом вниз. Ну, а вниз более массивная группа. И догонять проще, чем нам тут вдвоем. Тем не менее, попытаться стоило бы. И в целом я здесь настраивался. И что если мы сможем засветить, то я был готов здесь работать до самого финиша. Выхожу на смену. Тут 350 средних примерно даю. Тоже небольшую сменку дала. Илье показываю. Илья опять выходит. Ну, а сейчас будем подъезжать к развороту на 180. И нас тут уже преследователи практически догонят. Вот мы вошли в поворот. И нас уже сзади догнали. Я говорю, Илюх, все, догнали. Хорош. Можно было тут еще, конечно, повыеживаться. Но смысла нету еще ехать больше половины гонки. Итак, продолжаем ехать. Илюха буквально 10 секунд передохнул. И спереди дал натяг. И опять у нас все в струну вытягивается. И это на самом деле хорошее действие, если есть нога. Потому что ребята только-только нас догнали. Тратили силы. И тут опять пошел разнос. И это может быть перспективным. Обратите внимание, спереди просветик-то небольшой есть. И вот справа мы как быстро обгоняем в этот торчок других гонщиков. Мощность опять у нас 600. Сейчас я в 100 я встал. 700 ватт долблю в этот торчок. И мы закрываем очередную атаку. Спереди у нас Антон Якушевский. Данила спереди, ребята. Наши триковики. И тут я аккуратно пересаживаюсь. Вот здесь тоже на самом деле был уже перспективный момент. Сзади все там в колбасу у нас выстроилось. Были небольшие просветы. Но Илья увидел, что мы его догнали. Мы тут бросили крутить. И колбаса у нас опять собралась. Тем не менее, пульс у меня уже здесь был под 200. И это уже такие пограничные значения. Ну все, курим бамбук. Едем. Данила передает привет моему YouTube каналу. Здесь вот. Ну и все. Мы едем по парам. И начинаем тут просто какие-то байки друг друга утравить. Да, такие этапы в гонке бывают периодически. Когда ребята в принципе бросают крутить. Вот сейчас вот едем. Там чуть больше 200 ватт. Пульс, конечно, уже высокий. Потому что поднадергались. Ну и конечно провал формы в конце сезона нам тоже дают о себе знать. Но тем не менее, едем тут уже спокойно. Никакой дергать здесь нету. Но ненадолго. Небольшой торчочек. Стоя на ноги встали. Ну и что, стандартно 600 плюс ватт. Немножко заезжаем. Недолго. Секунд 20. Тут, конечно, не более 30. Но нормально. Под вершину Илюха еще там у нас поддает. Сейчас у нас там был пик достаточно хороший. Но вот забрались на верхушку и здесь опять мы здесь собираемся в кучку. После разворота на 180 Илья как-то один тут почему-то уезжает. И я смотрю и никто не догоняет. Думаю, нет. Вот сейчас Илью-то точно нельзя отпускать. Если сейчас отпустишь, то он начнет от нас уезжать. И вот впереди включается Данила. Начинает закрывать. Данил дает здесь хорошую смену. Я аккуратненько за ним еду. Вот здесь, кстати, опасно. Как бы по-хорошему нужно объезжать вот эту группу на большом удалении справа. Потому что я еду за Данилой и на самом деле за его спиной плохо вижу. Смотрите, оп, нырнул. Да, я слева объехал, Данила справа. Ну, тоже как бы так лучше не делать. Лучше по большой дуге с запасом объезжать гонщиков. Потому что сзади никто не видит, что происходит. Сейчас переходим в спуск. Здесь просвет небольшой до Ильи. Но, тем не менее, закрыть мы его здесь не можем. Данил дает достаточно продолжительную смену. Но вот все еще просветик у нас тут есть. После виража у нас тут нужно, конечно, поддавать. Вот Данила почему-то сразу же не переложился к Илье. Тут нужно было прям долбануть, чтобы сразу же закрыть. Антон на него тут немножко поругался. Я, естественно, ребят обошел. И тут уже начинаю перекладываться к Илье дальше. Показываю жесть смены. Но ко мне подъезжают ребята и говорят, давай поддержим Илью на безопасном удалении. Пускай он, типа, выдохнется. И в целом идея достаточно грамотная, чтобы действительно... Потому что Илья самый сильный гонщик у нас здесь объективно в пелотоне. И он может покататься. И мы его можем потом догнать. И он уже будет не настолько силен на финише. Но, блин, Илья может также и уехать, если мы начнем тут где-то динамить смены. И все, и давай, до свидания. И вот этого мне уж точно здесь не хотелось. Потому что вот только-только вот он перед нами был рядышком. А сейчас он уже начинает все больше и больше нам светить. Антон сдал смену. Я выхожу вперед. Даю тоже небольшую смену. Ну и в целом мы тут, по большому счету, в троечка работали на добор группы. Я, Антон и Данил. Остальные у нас там сзади как-то болтались. Ну, надо было давать, конечно, ребятам выходить. Мы тут на себя все это взяли. Но вообще просто не хотелось между собой пока разбираться. Кто там на смене, кто не на смене. Можно так и с концами Илью отпустить. И поэтому мы тут втроем начинали работать. Вот сейчас вот я погружаюсь четвертым колесом. Но в целом, в основном, вот мы втроем так и ехали. Прошли разворот. И что-то как-то мы вяленько едем. И я начинаю сам включать инициативу. И выезжать вперед. Говорю, ребята, давайте работать. Ну, Илья реально может уехать. И все, как это обычно получается. Вот мы сейчас в начале гонки там вроде как бы свежие. Все реагирует. Все классно. Но вот уже почти 40 километров проехали. Понадергались. И лишний раз народ не хочет на смену выходить. И здесь как раз-таки вот этот одиночка билец. Особенно и сильный. Может уехать. И все, давай, до свидания. Поэтому нельзя. Нужно либо не отпускать. Либо нормально работать на своих сменах. Вот тут на торчке хорошо. Ребята поддерживают слева. Ваня начинает. Потом Серега Пархоменко обходить. И хоть какая-то активация у нас здесь происходит. И потихоньку мы приближаемся к Илюхе. Очередной торчок. И я тут сам начинаю уже вперед выходить. Давать 500 плюс ватт. Потому что здесь, ну все, батонить нельзя. Нужно полноценно уже работать. Себя не щадить. Соответственно, в подъемы больше натягивать. Ну и также изматывать других участников пелотона. Не без этого, естественно. Но нужно, нужно работать, чтобы догонять беглеца. Продолжаем ехать сменой. И наша новосибирская банда. Антон Якушевский, Данила Пехотин и я. Мы тут в троечка продолжаем небольшую вертушку догоняющую крутить. И в целом, я, конечно, ребят наших триковиков здесь рассматривал, ну скажем так, как соперников. Потому что ожидал, что они будут выстреливать. Но в данном случае, когда у нас беглец убежал, мы объединяемся условно в одну команду. И начинаем работать заодно. Ну помимо этого, мы с ребятами дружим, как бы общаемся, вместе катаемся. Поэтому для нас тут обычное дело вместе покрутить вертушечку, поработать. Все еще мы гонимся. У нас 45-й километр. Торчет. Ну и что, скромничать не надо. Даю я тут 600-700 ватт. Уже стою тут вкручиваю. И все, понимаю, нет, нужно работать, работать, работать. И нельзя тут сочековать. Конечно же, ребята мне сзади, наверное, тут спасибо не сказали. За очередной протяг. Ну блин, а куда деваться? Нельзя отпускать никого. Сдаю смену. Ребята выходят. Кто-то успевает немного подкрепиться. Да, нужно обязательно здесь соблюдать режим питания. И действительно, гонка у нас так активно тут проходила. Ну и реально, вот, давно такого не было, что едешь и думаешь, блин, как же тут где-то гель достать, в какой момент его тут перекусить. Потому что то атака, то торчок, то какая-то скоростная протяжка идет и так далее. Помимо того еще, поскольку мы тут запакованы, питание далеко находится. То есть не все это неудобно тут доставать. Фантики потом прятать тоже. Ну я никогда не выкидываю фантики, стараюсь их прятать у себя. И действительно, тут в этом плане было немножко тяжеловато. Подъезжаем к очередному торчку. Это второй торчок на круге. Здесь я вот показывал жесть сзади ребятам, что поехали-поехали. Сейчас буду долбить. И я начинаю с третьего колеса. Здесь давать такую хорошую атаку. Пик был 800, но сейчас вот 700 ватт я даю. И здесь вот уже по-нормальному я здесь включился и дал протяжку прямо до самого верха этого торчка. У меня была задача либо попробовать переложиться к Илье, если я один и смогу засветить просвет. Либо кого-нибудь еще с собой прихватить Антона, например, либо Данила и вместе с ними уже уезжать. Но оборачиваю здесь. Просвет есть, но никто ко мне не переложился. Ну а здесь мне что-то становится немножко уже тяжеловато. А Илья вот он уже, вот он передо мной болтается. Я здесь нормально, реально хорошо включился и закрыл просвет. Благодаря этому у нас тут активизировался пилотон. И потом мы сейчас уже чуть позже закроем вот этот просвет и Илью сможем догнать. Ну а так, если бы, конечно, не было бы вот этой активации, наверное, Илья так бы и уехал бы дальше. Ну все, ребят, у нас тут догнали. Ваня вышел вперед, за ним Антоха. Я сразу же к ним перекладываюсь. И вот чуть-чуть совсем до Ильи становится. И мы закрываем этот просвет. Все, догоняем. Мы тут поднадерглись. Илья ехал в равномерном своем режиме. По-прежнему улыбается. Значит, у него все хорошо. И он еще готовит дальнейшие действия. Ну и что, пожалуйста. Вот он взял сидя и топнул. До свидания. Я здесь понимаю, что нельзя его отпускать. И резко сразу же встаюсь на рога. И начинаю мощную перекладку. Вот это как раз таки вот этот момент, когда только закрыл просвет. И вот повторная атака от Ильи, да. И, блин, опять он мог бы уехать. И я его здесь отпускать уже не хотел. Поэтому быстренько закрыл просвет и к нему переложился. Но тут недолго думая. Серега Пархоменко делает контратаку. И это прям со спуска. Вообще в целом не типичная как бы атака в шоссейном велоспорте. И со спуска начинает уезжать. Ну и по логике вообще кто-то из нас должен был здесь дергаться. Но это мой сокомандник Серега, да. Илюха здесь говорит, да, пускай уезжает, мне не жалко. К нему сейчас вот Егор начинает перекладываться. Ну и тут я понимаю, что так, ну здесь вот как бы нельзя отпускать к нему помощников. Чтобы он закрывал просвет. И нужно было здесь аккуратненько ликвидировать данный просветик. После серии поворотов вот тут очень быстро закрывается просвет. Я Егора тут накрываю. И все, дальше продолжаем ехать. Серега впереди у нас болтается. Но кое-что сейчас тут впереди тоже будет происходить интересное. В очередной поворот я тут первый начинаю просачиваться. На полных ходах прохожу без тормозов. И продолжаю ехать дальше. И тут Серега прям из-под меня делает свою повторную контур-атаку и уезжает. Я, естественно, на него не реагирую. Можно было бы, конечно, попробовать к нему переложиться и вдвоем. Но, вероятно, что у нас бы двоих отпустили. Здесь была бы небольшая. Проехали мы всего лишь 50 километров. И ехать еще 20 километров. Но это достаточно долго, если ехать в одного. Ну, а мы смотрим, как спокойно у нас гонщик в точку уезжает. И никто не предпринимает никаких действий. Вот сейчас вот слева у нас замаячил Олег Горбунцов. Это наш также сокомандник. Он выступал на дистанции 35 километров. Это наш ветеран. Ему уже 50 лет. Заехал он там в призы. И уже после финиша он тут решил к нашей пачке просто примкнуть рядышком, немножко не мешая покататься. Чуть-чуть тут посмотрели, что происходит. Но вот это как раз-таки вот эта пассивная фаза, когда я еду спереди и, по большому счету, саботирую работу. Никто никуда не натягивает. И чуть-чуть блокирует других гонщиков. А Серега тем временем себе зарабатывает просвет. Обратите внимание, как он далеко уже умчался. Не из-за того, что он такой быстрый парень, а из-за того, что мы тут просто не работаем. Но вот Егор начинает что-то перекладываться. Естественно, нужно мне тут сразу быстренько закрывать просвет. И в данном случае, почему выгодна вообще команда, даже если есть у тебя всего лишь там один, либо два сокомандника. Вот уехал у меня один человек в отрыв. Начинают другие люди закрывать вот этот отрыв. И я просто у них на колесах катаюсь и жду, когда они меня подвезут. Если Серега уедет, хорошо, значит это победа для нашей команды. Если не уедет и другие будут закрывать просвет, то они меня будут вести уже к финишу более свежим. То есть и так, и так, мы в командном отношении остаемся в выигрыше. И это реально уже вносит свои определенные плюсы в гонку. Ну и вообще командную какую-то тактику. Ну смотрите, вот батоним-то едем. 200 чуть-чуть больше ватт, то есть вообще никаких активных действий, ничего не происходит. Илья сейчас у нас вперед выходит. У нас Олег тут слева также. Ну и также мы 200 ватт едем. И вот как раз-таки вот эта ситуация, которая типичная происходит в гонках во второй половине. Когда люди уже поднадергались и думают, кто же у нас здесь будет закрывать. Ну а никто не хочет, ну зачем тратить силы и подвозить своих конкурентов. А там впереди у нас отрыв спокойно уже уехал из одного гонщика. Тут у нас Ваня активизировался. Я сразу же к нему перекладываюсь. Ну и я тут по сути выполняю роль полицейского. Кто такой полицейский на жаргоне в пропелотоне? Это как раз-таки человек, который саботирует, скажем так, работу. Он тупо колесничает и все. И ждет, пока его другие участники подвезут. То есть тут не в моих интересах гнаться за Серегой, за Пархоминга. Пока мы тут ехали, конечно, были у меня мысли, может быть, попробовать переложиться к Сереге. Но, чтобы это сделать, нужно делать очень острую атаку. Прям хорошо потратиться. И в целом, даже если уедешь, но если что-то пойдет не так, потом пелотон догонят и на финише ты будешь уже абсолютно никакой. Поэтому я решил предпринимать пассивную тактику. Просто колесничать, батонить и смотреть, что будут делать ребята. И также за ними, если что, реагировать и плавно тянуть дело к финишу. Начинается торчок. Впереди Ваня становится у нас на ноги. И тут я думаю, а почему бы не проатаковать? Начинаю мощно включаться и делаю контратаку. Дал сейчас там 700-800 ватт. И решил прямо до самого верху долбить. И, в принципе, все бы было здесь ничего. Но в самом верхушке у меня заклинило ногу. Поймал судорогу. К сожалению, как-то в этом году одна мышца на бедре всегда начинает под конец гонки, вот после такой силовой работы, сводить. И прям жестко так меня вырубило. Здесь я думал попробовать вообще к Сереге реально переложиться, если был бы просвет. Но замкнуло ногу. И тут я начал пытаться стоя танцевать, как-то приклясать. И на самом деле думал, здесь для меня гонка закончится. Прям, ну, то есть думал, либо вообще там сходить с нее, либо пробовать как-то ноги потянуть, вообще прям капец включило. Но благо тут стоя что-то покатался, как-то ноги потянул, и потом отпустило, и нормально дальше поехал. У многих ребят, кстати, была проблема здесь с этим. Также потом отмечали сильные гонщики. Данила Пехотин, который у нас тут ехал, да, с Казахстана, тоже сошел, у него тоже были какие-то проблемы. Ну, точнее, не сошел. Он немного вывалил у нас из пачки там после очередного протяга. Ну, и у других гонщиков также надо разбираться. То есть, либо там какие-то там электролитов реально не хватает. Хотя вроде бы пил изотоник. Возможно попробовать регидрон, солевые таблетки. Но что-то с этим надо предпринимать. Потому что вот именно вот под конец гонки, когда много силовой работы начинается, то что-то как-то фигово. В целом, был я заряжен нормально, нога была. Но вот такие вот моменты, конечно, тебя полностью выключают из борьбы. И это, конечно же, печально. Вперед выходим. Тут Егор у нас отъезжает. Немножко никто не реагирует. Ну, я смотрю, что делать будут другие ребята. Ваня у нас тут также включается. Ну, и я аккуратно Ваня пересаживаюсь на колесо. И смотрю, когда Ваня подвезет меня к Егору. Ну, тут, кстати, нормально они засветили. Тут опять пошелся развоз. Тут 400 Вт сейчас было в седле, в аэропосадке. То есть, нормально там ребята включились. Но известно, что ребята уровнем это, конечно, пониже, чем Илья. Там, чем у нас другие сильные гонщики. Поэтому очевидно было, что данный протяг будет недолгий. Но вот и все. Они здесь бросили крутить. И достаточно быстро мы здесь закрываем просвет. К сожалению, вынужден сказать здесь, что у меня камера выключилась раньше нужного на данной гонке. Из-за того, что было холодно, у меня не хватило примерно минут 20 гонки. Сейчас у нас 55-й километр. И после вот этого круга у меня камера выключится. А суммарно у нас здесь получилась дистанция 66 километров. И вот о чем я говорил в начале видео. Это, конечно, косяк. Почему косяк? Потому что считаешь километраж, отсекаешь на Гармине. И планируешь, когда будешь готовить какие-то свои финишные атаки. И так получилось, что на финише дистанция была 66 километров. У меня, например, да. И что это значит? Мы когда ехали, и я спрашивал у ребят. Ребят, мы едем уже на финиш, либо нет. То есть, если бы, грубо говоря, мы проехали бы на круг больше, это было бы у нас 73 километра. То есть, 66, это как бы не соответствует 70. И 72-73 километра, это тоже как бы не соответствует. Ну и вот и гадай. Мы не доехали, либо там переехали, да, дистанцию. И вот один дяденька там ко мне подходил после финиша и говорит, типа, сколько у меня получилось на Гармине, да. Я говорю, ну вот 66 километров. А он говорит, а я, типа, лишний круг проехал. И вот это реально косяк. Здесь, конечно, нужно считать круги, ну и вообще делать нормальную разведку трассы. То есть, прям проехать, ее замерить. Но когда ты иногородний, мы вот этот день утром выехали, приехали здесь, быстро-быстро размялись, тут туда-сюда, пока стартовые пакеты. Не получилось нормально промерить трассу. То есть, ну и вообще, как бы по ходу гонки на самом деле некогда считать. Тут 10 кругов, постоянные активные действия. Вот я сколько не пробовал, но бесполезно. Ты все равно где-то там собьешься со счетом. И поэтому вот это, конечно, косячок, я считаю. Нужно, если заявляешь, как организатор по гонке, да, то есть не нужно там округлять там 70-70, да. Но вот как есть по факту, да, там пускай будет там 60-80-67 километров. Пускай так и будет. Иначе это реально вводит людей в заблуждение. Не я один. У меня уже были проколы в этом году, вот такие на гонках, когда я ошибался с количеством кругов. Думал еще ехать, а оказывается уже был финиш. Ну, вообще, это отдельные грустные истории. Ну, и не я один такой. У нас здесь в нашей группе, кто до финиша добрался. То же самое здесь были такие истории, когда едут и не понимают, вот этот финиш либо нет. Ну, и забегая, да, наперед, вот сейчас скоро видео уже выключится, скажу, что до финиша нас доехало 6 человек. Прямо буквально перед самым финишем, вот финишный был там торчок, мы догнали Серегу. В целом я так по-прежнему его не пытался догонять, но ребята начали активизироваться. Серега уже, конечно, там устал. И на самом торчке мы его догнали, обогнали, и началась у нас финишная разборка. И очередной косяк на самом финише произошел. В финишном створе есть две надувных арки оранжевых. Сейчас я даже перемотаю на них. Вот стоп-кадр поставлю. Слева первая арка, и далее вторая арка. Мы стартовали со второй арки, и по факту чипы, которые считывают результат, стояли на второй арке. Но, когда едешь и издалека смотришь вот в этот просвет, в этот коридор, естественно, первым в глаза бросается тебе первая арка. Я целился в итоге в первую арку, хотя знал даже, что нужно ехать во вторую. Просто это психологически, ты начинаешь сюда целиться. Сделал даже финишный прокат сюда. И не один, Антоха тоже там затупил, думаю, другие ребята тоже. В итоге мы как бы финишнули сюда, и потом продолжили финиш до следующей арки. Ну и, блин, конечно, вот тут организаторам нужно понимать, что велогонки, они не как беговые соревнования устроены. Здесь, поскольку постоянно все в напряжении, определенные риски, здесь нужно делать так, чтобы однозначно читалось гонщикам. И количество кругов, и финиш в арке. То есть, одну по-хорошему сделать арку, и все. И перед самым стартом гонки тоже я стоял у ребят, спрашивал, ребята, куда мы будем финишировать-то сюда, сюда. Кто здесь первый раз участвует, конечно же, этого не знает. Ну и вот такой вот у нас был косячок. Ну и по итогу на финишной разборке у нас получилось, что немного вперед вырвался Антон Якушевский, потом Илья Боков, буквально там метр, и сразу же за ними я, и за мной остальные ребята. Там был Ваня Давыдов, гонщик с Легиона, и Егор Сарайкин. И потом, спустя определенное время, Серега Пархоменко добрался до его своего финиша. Ну а остальные ребята поймали, уже хороший такой просвет. Мы их там подраскидали достаточно серьезно. Что ж, вот так вот проехали гонку, и вот мне реально понравилась эта гонка, кайфанул, здесь были погони, отрывы, ликвидации, отрывов, атаки. Вот все как надо, никакого по большому счету матраса, как это иногда бывает на групповых гонках, поэтому клево. С погодой чуть-чуть не повезло, то, что подморозило, но самое главное, что не было дождя. Поэтому я однозначно рекомендую сюда приезжать гонщикам. Ну и хотелось бы сказать, конечно, организаторам, во-первых, спасибо за организацию, что сейчас все это, конечно, получилось. Но вот несколько моментов, над которыми однозначно стоит поработать. Первое. Подумать насчет стартовых и финишных арок, чтобы она была одна, и гонщик однозначно понимал, куда финишировать. Также подумать по количеству кругов, то есть, чтобы трасса четко соответствовала километражу, чтобы не путаться нигде. Поймите очень важную деталь. Нам некогда тут считать, смотреть круги, километраж. Вот Серега Пархоменко стартанул, у него вообще компьютер был велосипедный в кармане, то есть, он, в принципе, на километраж не смотрел. Никто круги не считает. Когда гонщики уезжают на последний круг, взять колокольчик и звонить в колокол. Это обычная практика на велогонках и беговых соревнованиях, потому что мозги вообще не варят. И чтобы спортсмены четко понимали, что все это последний круг. Хотя бы для лидирующей группы. Вот есть у нас тут лидирующая группа, про колоколили, все, мы знаем, что последний круг точно финишный, никаких не будет сомнений. А здесь мы ехали, и многие не понимали. Это очередной момент. Также обратить внимание следует на безопасность. В прошлом году здесь ехали, падали в поворотах. То есть нужно так смотреть дороги, чтобы не было там никаких ямок. А то получались моменты, что входишь в вираж, из виража там начинаются какие-то люки, ямы, гонщики начинают петлять. И ладно, у нас тут не очень много людей. Если там будет ехать сотни человек, ну и представьте, как они там будут помещаться, будут однозначно завалы, падения, травмы. Зачем это? Все это поэтому нужно предусматривать. Естественно, это непросто, но а куда деваться? Мы тут как бы делаем святую миссию и организацию велогонок. Мы тут приезжаем, поэтому мы все топим за велоспорт в Сибири. И давайте его сделать кайфовым, безопасным, и чтобы люди приезжали и не боялись здесь ездить. Ну, на этом все. Заехал третий в Абсолюте в итоге. Возрастные группы награждались отдельно, минуя Абсолют. Серега Пархоменко у нас также в группе заезжает. Но в целом, конечно, реально клево погонялись, поэтому будете в Томске, заранее регистрируйтесь, регистрируйтесь ближе к гонке, потому что иногда их, к сожалению, отменяют. Но куда деваться? Такие реалии организации шоссейных велогонок. Поэтому занимайтесь, ребята, велоспортом и до встречи в следующем сезоне на велогонках.